маска имеет очень приятную консистенцию в момент нанесения вы ощутите не только эффективность этой процедуры но и ощутите приятное состояние и свежесть кожи лица привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать очень эффективную питательную омолаживающую маску маска которая дает эффект ботокса эта маска очень хорошо уплотняет кожу хорошо омолаживает даже самую дряблую увядающую кожу маска универсальная подходит для ухода за кожей лица за кожей шеи за кожей зоны декольте также эта маска очень эффективно разглаживает морщины вокруг глаз делает кожу упругой и эластичный так что видео будет полезным информативным устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим для приготовления супер эффективный супер витаминный тонизирующий питательной одновременно маски нам понадобятся очень простые ингредиенты для сегодняшней маски я предлагаю использовать кокосовое масло кокосовое масло очень хорошо влияет на возрастную кожу кокосовое масло эффективно разглаживает морщины на очень сухой кожи лица кожи шеи кожи вокруг глаз так что использование кокосового масла рекомендуется в домашнем уходе можно купить как пищевое кокосовое масло так и косметическое если вы приобрели масло твердое то перед приготовлением маски разогреть его на водяной бане доведите до вот такого жидкого состояния для более удобного приготовления масок нам понадобится одна столовая ложка косметического кокосового либо пищевого масла следующий ингредиент для сегодняшней тонизирующей маски и я рекомендую использовать зубную пасту зубную пасту лучше всего взять с малым количеством фтора идеально для приготовления домашних масок подходят детские пасты я не показываю название своей пасты для того чтобы youtube не засчитал это за рекламу нам понадобится одна капля зубной пасты буквально на кончике ложки добавив зубную пасту нужно очень хорошо смешать кокосовое масло с зубной пастой следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски нам понадобится крахмал крахмал можно использовать как кукурузный так и картофельный крахмал картофельный крахмал и кукурузный очень хорошо уплотняют кожу дает легкий лифтинг эпидермис у кожи и после применения крахмала в домашних масках вы заметно улучшите состояние своей кожи нам понадобится также 1 столовая ложка крахмала крахмал добавляем без горки затем нужно все очень хорошо перемешать маска получается очень приятной консистенции эту маску можно наносить как по после приготовления сразу так и хранить эту маску можно в закрытом виде до 10 дней в холодильнике маска очень быстро убирает сухость очень хорошо питает эта маска очень эффективно эффективно подтягивает дряблую увядающую кожу маску эту нужно наносить 2-3 раза в неделю использовать ее можно как в сауне в бане так и после душа после глубокого очищения кожи лица эта маска также идеально подходит после применения скраба либо кислотного пилинга эта маска хорошо ложится и наносить ее нужно в два этапа после нанесения первого слоя на хорошо очищенную кожу лица нужно дать примерно одну минуту на легкое впитывание и взаимодействие с эпидермисом кожи затем нанести второй слой после нанесения второго слоя держать эту маску нужно 15-20 минут после истечения этого времени маску нужно смыть сначала теплой водой затем ополоснуть кожу лица прохладной водой эта маска не требует дополнительного тонизирования кожи поэтому после того как маску смыли нужно промокнуть кожу лица теплым махровым полотенцем и нанести легкий увлажняющий или питательный крем после применения это этой маски в течение несколько часов ваша кожа будет ощущать свежесть и чистоту обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях всем мира добра и красоты и я надеюсь что вы с пользой удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана всем всего хорошего до завтра всем пока пока